Ах, красота-то какая! Дело в том, что в учебниках истории о Хазарском Каганате говорится очень мало. Ну, а если говорится, то вообще весьма непонятные сведения, что это было за образование. Так вот, несколько слов об этом образовании. Это было тюркское образование, Каганат, в котором был принят иудаизм. Это сделал князь Булан. Ну, по всей видимости, иудеи проникли в этот Каганат, и все было сделано для того, чтобы был принят иудаизм. Причем разновидность была сефардская, потому что туда были приглашены из Испании раввины. И вот с помощью этих раввинов князь Булан принял иудаизм. Так вот, по всей видимости, это произошло в IX веке. То есть позднее, чем пишется в учебниках истории. А власть там делилась по принципу Бек-Каган. То есть Бек – это был верховный главнокомандующий, а Каган осуществлял религиозную власть. Период этот, на самом деле, был весьма недолгий. Никакого длительно существовавшего иудейского государства, в принципе, не было. Это был очень короткий период. А в X веке уже вот это разделение кончилось. Был принят титул Каган-Бек. То есть верховный правитель одновременно осуществлял и военную, и религиозную власть. Что там были за культы? Действовал культ Ваала с жертвоприношением. Все это рассматривала Татьяна Грачева в своих книжках. Можете посмотреть в интернете «Невидимые Хазари» и так далее. Потом там уже было развито люциферианство, когда уже этот Каганат распался. То есть наемная армия этих Каган-Беков совершала набеги на соседней области, заселенные славянами. И осуществляла работорговлю. То есть работорговля шла и по Волге, и по Дону. Ну и дальше поток рабов шел в Венецию и Гену. Ну все это дело с помощью иудейских торговцев. Вот посему в западных языках, например в английском, слово «раб» даже здесь по слову «славянин». Слейф – рабы. Вот именно поэтому. А в 965 году князь Святослав взял город Саркел и стал он называться Белая Вежа. Теперь этого города не существует, потому что он находится на дне Цемлянского водохранилища. Кстати, вот название Белая Вежа весьма символично. Помните, где Шушкевич, Ельцин и Кравчук совершали сговоры? Господи, благослови Америку. Головежское соглашение – это не просто так, это символическое значение. Причем дата этого соглашения была бы высчитана каббалистически. Сенатор Либерман заявлял еще летом 1991 года о том, что Советский Союз распадется в декабре. Вот так это все было рассчитано. Представляете, как это все делалось. А Либерман – он влиятельный член к организации известных шляпов. Вот так. Так же, как и сенатор Мур. Вот так это все делалось. Эх, ноябрит. Эх, ноябрит. Прав ли я, богиня? Ты всегда прав, достойнейший сын завета. Мы переберемся жить к вам. Готовьте хлеб-соль. Затем Святослав взял столицу Каганата, город Итиль. Это в нижнем течении Волги, в дете Волги. Ну и другой большой город Семендер. Это на Северном Кавказе. Ну что, Хазария была большая. В общем, как взяли столицу, Каганат постепенно распался. Но все это происходило достаточно долго еще. А Хазары стали переселяться. В основном вверх по Волге. И вот еще интересен такой факт. Князю Владимиру хазарские иудеи послали в концов с предложением перейти в удаизм. Это было в 986 году. Но тут по ряду причин не совершилось. Ну, потому что они знали об иудейском происхождении князя Владимира. Так вот, большая часть иудеев пошла вверх по Волге. И влилась в местное славянское и тюркское население. В частности, в среду волжских болгар, которые к тому времени уже приняли и славу. Ну, а часть стала переселяться в Европу и соединилась с местными ашкеназами. Вот так. То есть, хазария распалась и стала как бы невидима. Вот о чем писала книга Татьяна Грачева. Ну, о ней еще поговорим. Теперь, как вот эта хазария, из невидимой постепенно стала становиться видимой. В Европе вот среди купцов господствовали два клана. Венецианский и генуэзский. Генуэзцы были в основном сифарского происхождения, а венецианские купцы хазарского происхождения. Не путать шашкеназы. Хазария, то есть, выходцы из Ближнего Востока. То есть, они не переселялись через Карфаген в Испанию. Так вот, если рассматривать гербы городов по Болжии, то оказывается, что многие гербы изображают колено Израиля. То есть, вот в местном тюркском населении иудеи захватывали финансовую власть. Хотя формально они становились мусульманами. Вот такая картина. Кстати, вот, если вспомнить Мамайское побоище, как оно произошло, опять же, армия Мамая финансировалась генуэзцами и также хазарскими купцами. Вот так. И работорговля по Волге с Венецией и Геной продолжалась вплоть до взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году. Ну, а что касается хазар, то эти люди тюркского и смешанного тюркско-евудейского происхождения стали частью русского дворянства. Если посмотрите портреты русских дворян, то увидите явно восточные черты. Вот. Ну, невидимая хазария укреплялась и в Европе. После того, как турки захватили Константинополь, захватили Босфор, пошли на Европу, венецианские купцы и банкиры стали переселяться в Голландию, а затем в Англию. И вот так возник новый центр, будущий хазария. Ну, другие центры возникли в таких городах, как Прага, Варшава, Берлин. Ну, и Венеция оставалась таким центром. Но вот все эти люди постепенно встали под начало так называемой черной аристократии. Это потомки сифарской аристократии, то есть потомки правящих семей. Пепенидов, Каролингов, Медичей, Гадзбургов и других. То есть вот так хазары встали под начало сифардских аристократов. А когда финансовую власть стали захватывать Ротшильды вместе с баварскими иллюминатами, возник план захвата мира и план трех мировых войн. К этому времени корона Израиля, вот этого невидимого Израиля, переселилась в Лондон. Это произошло в конце XVII века. Причем новый король Англии имел смешанное сифардское-хазарское происхождение. Так они уже смешались к тому времени. Возник план трех мировых войн. И Первая мировая война по этому плану должна была начинаться с войны между Германией и Россией. И одновременно планировалась революция в России. С тем, чтобы в Россию к власти пришли масоны. Ну действительно, к власти пришли масоны Великого Востока во главе с Керенским. И они быстренько передали власть, практически мирно бескровно, сыновьям завета. По команде Якова Шельфа, родственника Ротшипа. Ну власть была передана Троцкому и компанией, которые были членами ордена в Найберид. И вот так стала строиться Вторая Хазария. То есть невидимая Хазария стала превращаться в видимую. Это было новое образование, которое стало с 1922 года называться Советским Союзом. Ну и вот так теперь стали называть вот тот Советский Союз, который был в 20-х годах Второй Хазарии. Но план Второй Хазарии сорвался, потому что после кончины Ленина Троцкий практически потерял свою верховную власть. Он заболел, и так случилось, что власть по наследству была передана не Троцкому от Ленина, а Сталину. Сталин стал укреплять свою власть, проводил партийный набор, опирался на старообрядцев. И таким образом большевики во главе со Сталином постепенно составили большинство. И троцкисты постепенно стали терять свою власть. А планы на строительство новых Хазария у них были большие. Троцкий говорил по необходимости сокращения населения, прежде всего на Украине, десятикратно. То есть Украина должна была стать центром вот этой Второй Хазарии. Но был и другой план, более краткосрочный, так называемый Крымской Калифорнии. Этот план притворял в жизнь Орден Днайбрид и его подшефная организация Джоинт. В Крыму стали строиться кибыцы, но там возник конфликт с местными крымскими татарами. И этот, в общем, план запуксовал. Тем не менее он проводился, и даже видны американские политики, такие как Рузберт, вкладывали туда большие деньги для осуществления вот этого проекта Крымской Калифорнии. Предполагалось сначала сделать такую еврейскую республику в Крыму, ну и затем распространить ее на побережье от Одессы, ну, примерно до Сухой. Вот такой был грандиозный план Крымской Калифорнии. Вот поэтому и был назван Калифорнией, потому что это было такое длинное побережье. Но, как известно, вот этот проект Крымской Калифорнии сорвался. На Янцинской встрече с Сталином и Рузбертом и Черчером в 45-м году. Было решено строить Израиль в Палестине. Кстати, у Троцкого был тоже проект похода в Палестину. Планировалось создать на Украине доброводческую армию, хоть на территории Второй Хазари, и совершить поход в Палестину. Но этого не пришлось сделать по той причине, что после Второй мировой войны это сделала Арк. А тогда это сделать не получилось. В то время это были турецкие земли. Но тут надо сказать, кем был правитель Турции Ататюрк. Так вот, Ататюрк принадлежал к секте мусульман-сабытянцев, греческой секте. То есть он был потомственным каббалистом. Вот такой был Ататюрк. Поэтому он по договоренности с Ротшильдом передал ему за какие-то небольшие деньги палестинские территории. Вот так евреи стали переселяться в Палестину по проекту Ротшильда. Который, кстати, плохо соответствовал проекту сионистов. Возникали большие кратилоречия между Ротшильдом и сионистом. Сионисты послали к Ротшильду делегацию, говорить, что там плохие порядки в Палестине Ротшильд устанавливает. Но тот их выставил и сказал, что это моя земля, что хочу, то и делаю. Вот так. Теперь проект в Новый Хазаре не получился. Но он стал продвигаться уже после смерти Сталина. Вот когда опять к власти стали приходить троцкисты. При Хрущеве и Прибрежье. Вот так. А планы на Крым и Украину остались. В 54-м году произошла передача Крыма из Российской Федерации к Украине. Это сделал Хрущев. И на то была резкая причина, чтобы уже не выполнялись те договоренности, которые были достигнуты с Рузвельтом. Еще до Второй мировой войны. А Рузвельт был видным деятелем сыновей Завета, кстати. Вот так. Так что, вы видите, все непросто. А в феврале 91-го года, еще в Советском Союзе, когда еще не произошел распад Советского Союза, Кучма перевел Крымскую область в разряд автономной республики. Видите, это тоже было непросто так, потому что уже начал выполняться план Новых Хазарей. Планы на Крым возникли еще в 91-м году. Это не просто так все было сделано. Потому что планировалось именно сделать Крымскую республику. Вот, чтобы разобраться во всех этих хитросплетениях, надо, конечно, почитать и книги по истории Хазарии, и книги Татьяны Грачевой. Книги из статьи Татьяны Грачевой. Она была заведующей кафедрой Академии Генерального штаба, полковником, и вот писала книги. К сожалению, пресса ополчилась против нее после выпуска этих книг. Возникла статья под названием «Антисемитская бомба» к зданию Академии Генштаба, и были другие статьи. Ну, в результате чего Татьяну Грачеву отправили на пенсию. А вот если бы наши высшие офицеры из Генерального штаба и других структур познакомили бы с книгами Татьяны Грачевой, я думаю, такой трагедии, которая развернулась сейчас, просто бы не было. Они бы поняли, что вот затевать то, что сейчас происходит, не имеет никакого смысла. Потому что мы вписались в чужой проект, на самом деле. В чужой проект строительства новой Хазарии. Вот куда мы вляпались. По непониманию высших офицеров и высших руководителей страны. Ну, кое-кто, наверное, понимает, но выполняет совершенно другой план. То, что сейчас происходит, планировалось очень давно. Слушай, давай к нам. Работа у нас не пыльная, обеспечение на высшем уровне. Будет все, что пожелаешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова